От имени президента Владимира Путина всех участников первого международного хоккейного турнира в истории Динамо поздравил председатель попечительского совета общества Рашид Нургалиев. В ледовых баталиях два дня соперничали команды из России, США, Словакии и Швейцарии. Перед началом финального матча сборной МВД напутствовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. С приветственным словом хоккеистам и болельщикам выступил и губернатор Кубани Александр Ткачев. Он входит в состав уркомитета Динамо. Я хочу в последствии поздравить руководителей общества Динамо за поддержку российского хоккейя, что они в последствии в области уверенно, системно занимаются возрождением и юношеского взрослого хоккея в России. Через полторы сотни дней сюда приедут тысячи спортсменов, лучших хоккейных команд. И, конечно, на этих регионах будут посидеть болельщики со всех континентов мира. И, конечно, Россия будет болельщик за нашу сборную хоккей. Билеты на решающую встречу по программе «Зритель» получили 3000 сочинцев. Это в основном работники социальной сферы курорта. 67 автобусов привезли болельщиков со всех точек Сочи. От Лазаревского до Адлера. Здесь отрабатывают практически все городские службы, уже практически в привычном режиме. Слава Богу, все без сбоев. Отдельно хочется сказать спасибо нашим волонтерам, потому что здесь присутствуют и самые молодые, и волонтеры серебряного возраста. Для них каждое мероприятие – это еще один этап по пути к Олимпийским играм и проходим соответствующую школу. Символичным вбрасыванием шайбы дал старт матчу легендарный «Динамовец» и трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. Игра была довольно интригующей. Два периода команды шли абсолютно ровно. Первый период главного матча турнира закончился в ничью. Соперники сначала не уступали друг другу, но дальше команда МВД применила тактику силовой обороны. И олимпийские строители начали сдавать позиции. Болельщики российского финала разделились на два лагеря и эмоционально поддерживали обе команды. Увлеченно следил за происходящим на льду игрок НХЛ и сборной России Александр Овичкин. В третьем отрезке команда полицейских умудрилась забивать в ворота не только шайбы, но и своих соперников. В один момент дружеская встреча даже чуть не закончилась дракой. Сборной Олимпстроя так и не удалось показать, кто здесь хозяин. Со счетом 14-8 победила МВД. Для нас, для сочинцев это, конечно, большое значение, когда такие звезды мирового хоккея приезжают к нам в город. Для нас это большое событие, это очень классно. Международный хоккейный турнир среди команд силовиков станет ежегодным и получит постоянную прописку в Сочи. Кубок «Динамо» стал третьим тестовым турниром для большой ледовой арены перед Олимпиадой.